Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня я покажу, как вкусно замариновать мясо и пожарить его или дома на сковородке, либо также этот рецепт подойдет для решетки барбекю, чтобы для гриля пожарить на гриле на угля. Давайте начнем. Это может все что угодно. Горейка, карбонат, свиная шея. Сейчас мы замаринуем. Всего лишь 5 минут это мясо постоит и можно начинать жарить. Что нам понадобится? Аджика кавказская, горчица, чеснок, розмарин свежий, масло растительное, каплю табаско, смесь из 4 перцев. Давайте начнем. Вот у нас корейка большая, корейка на косточке свиная. Мы сделаем, вот посмотрите, прямо два таких огромных куска. Вот такие вот куски. Сало. Вот это сало, вот это сало, сало все я оставляю. Весь жирок мне, потому что нравится с жирком. Что мы будем дальше делать? Дальше мы слегка это все отобьем молотком и пройдем тендерайзером. Если нет тендерайзера, который измельчает вот это дело, это много маленьких отверстий, притом не нарушая структуру мяса, можно просто отбить. Если мы отобьем мясо, мясо станет только мягче. Начинаем отбивать. Вот так вот, посмотрите, отбили. Здесь мы слегка подрезали жир, чтобы это все отбилось. Вот так вот разрезы сделали. Вот такие куски. И дальше я прохожусь тендерайзером еще. У кого есть, это очень хорошая вещь. Так вот прошли с тендерайзером. Вот такие два у нас кусочка хороших получилось. Дальше соль. Как следует соль, добавляем эти два куска в дежу, добавляем растительное масло. Далее розмарин. Вот эти вот стебли убираем. И вот так слегка это все мы розмарину добавили туда, в нашу корейку. Чеснок вот такими вот сластиками режем. Нарезали сластиками чеснок и добавляем тоже в нашу дежу. Вот такая вот у нас получается. Далее убираем для вкуса чайную ложку аджики и чайную ложечку горчицы. Далее пару капель табаско слегка для пикантности и смесь из перцев. Смесь из перцев мы добавляем с мельницы как следует. Все это хорошо перемешиваем, натираем наше мясо. Итак, что мы делаем дальше? Мясо постояло 5 минут. Вот этот маринад, вот этот чеснок, это все нам понадобится. Смотрите, что мы делаем. На гриле, на обычной раскаленной сковородке, вот масла, которое здесь, будет достаточно. Придавливаем один раз и жарим 2 минуты с одной стороны. И потом еще переворачиваем вот так, чтобы сделать решетку крест-накрест, кубиком. И еще жарим 2 минуты. То есть получается с одной стороны 4 минуты, с другой 4. И потом будем убирать в духовку. Итак, вот она обжарена. Вот такая вот должна быть жареная свиная корейка. Куски у нас большие. Итак, посмотрите, это вот хорошо зажаристое. Ничего страшного. Это вот такое должно быть красивое жареное мясо. И далее сверху добавляем вот чеснок с розмарином, с нашим маринадом. И убираем в духовку смело на 15 минут на 180 градусов. Я подал с овощами гриль. Овощи я замариновал отдельно. Вы можете посмотреть видео отдельно, как я делаю эти овощи гриль. Можете замариновать, как я мариновал мясо, вместе прямо с этим мясом, как я показывал. Давайте сейчас разрежем. Чтоб вы убедились, что мясо наисочнейшее. Пробуем. Подаем вместе с соусом сальса. Соус сальса тоже можете посмотреть на моем канале, как вкусно сделаем. Съем всю корейку. Это просто восхитительно сочное мясо с овощами, гриль, соусом сальса. Она сочная, острая, с розмарином, чесноком. Еще эти овощи гриль. Обязательно попробуйте дома, и вы не пожалеете. Как бы на сегодня все. Я желаю вам всем приятного аппетита. Всем, кого понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.